вернулся как там курочки на эти перепелочки нет нет гуси и страусов надо таких день добрый но сегодня с вами я анатолий у нас очень мало видео по кик карнивал по 2 и 9 g3 здесь двигатель жалобы на данное авто под нагрузкой даже не стоит в аварийный режим пропадает тяга то есть вялая это не всегда бывает горячая холодная неважно там карнивал здесь ездить женщина у нее уже пробег 260 тысяч она обслуживается у меня уже тоже для 6 7 вот поэтому я как бы лежу за этим авто у них кстати семейные у них еще есть один карнивал там по 2 ли 3 года если это 9 года то то 2 год была так вот беспокоили посторонний звук и потери тяги при нагреве под нагрузкой и тогда сделали компьютерную диагностику показала обрыв цепи клапан управления турбина вот она у нас здесь находится вот вот этот он ломается крайне редко но все же ломается то есть по разъемчику еще посмотрел клапан управления снял был забит песочком продул там сейчас то есть повторно измерил давление трубокомпрессора все работает то есть по геометрии там также вот она ее видно механическую тягу у нас там сзади она у нас то есть с геометрии все отлично все работает все входит вакуум с вакуумным насосом вот на стоит вакуумный насос тоже замер вакууметром сделали насос дает необходимое давление и также у нас самого насоса там минус 0 8 минус 0 9 а уже потом также меряем уже с клапана управления клапан управления на холостом дает минус 0 4 и под нагрузка уже может дать больше там до минус 0 8 так вот по клапану управления пока ничего не делаем то есть продули сейчас вроде проверили все работает но опять же не всегда то есть проявляется эта проблема то есть отказывает на ходу клапан управления и то есть едем просто без турбины так как вакуум не поступает на турбокомпрессор геометрия не работает потом вроде бы что-то подавит подавит газ больше меньше подергивать и на такие узнаем стоимость клапана управления вообще сколько он что там стоит этот клапан управления кстати если приобретать по кем карнивал он будет стоить там не знаю три с половиной пять шесть допустим тысяч да здесь стоит один в один как с хунда и гранд старакса то есть он гораздо дешевле если брать по хунда и то есть он все полностью по креплению по разъемам всем подходит так как потому что киев хунда и у них бывает в обратную сторону то есть под шланчики развернута или под электронный разъем это дам то здесь один в один с гранд старакса то есть подходит такие как киев соренто там саньонка ли что-то уже не пойдут придется что-то мудрить или химически весной прошлой весной когда была пандемия ремонтировали две топливные форсунки не помню какого цилиндра в базе ничего не осталось уже сейчас сделали то есть по просьбе клиента тест набраточку и показала у нас вот форсуночка первого цилиндра сливает в обратку так вот клапан управление сейчас если что мы заменим а топливную форсунку будем снимать и ремонтировать клапан у нас мультипликатор есть нам понадобится один баллон очистителя вот такого новая пламя-госящая шайба то есть она я так вам для примера покажу то есть будет вообще с евро 4 сборща вот на долг она будет чуть меньше то есть нам дадут новую шейбу новый мультипликатор для ремонта топливной форсунки и один очиститель поэтому сейчас разберем а по клапану если устроить клиенты если есть наличие сейчас заменим принципе все сейчас приступим сделаем и после уже всего потом сделаем какие-то тесты то есть проедем прокатимся потому что все-таки говорят что на горячую есть появляется какой-то нехороший звук надо будет послушать что такое ну как бы двести шестьдесят тысяч пробега довольно хороший машина в одних руках отслуживается на тоже в одном сервисе то есть здесь поэтому сейчас уберем будем откручивать главный момент который мы поспешил сейчас все-таки пойдем посчитаем озвучим всю стоимость то есть клиенту и если согласен то будем делать как раз узнаем по наличию запчастей для топливной форсунки и по клапану управления турбиной сейчас отправляемся по мастеру мастер считает работу менеджер считает запчасти и потом все это плюсуем из согласовываю здорово мастер мастер вот владимир у нас владимир обратимся закончат разговор так владимир слушай по киа карнивал по диагностике по компьютеру в целом принципе картина ясна там у нас получается проблема с клапаном управления турбины но она не постоянная там сейчас клапан управлением михаила спросил его в наличии нет и поэтому мы его либо закажем либо клиенту как бы напишем сам приобретет то есть потому что на данный момент я продал почистил все работает все померил везде у нас получается до клапана управления турбины так и по работам которые сейчас уже будут тест обратки нас компьютерная диагностика диагностика ходовой нам зачем нет нет там у нас да было хорошо то есть хорошо у нас получается съем установка топливной форсунки первого цилиндра и ремонт топливной форсунки первого цилиндра вернулся как там курочки а эти перепелочки нет 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 я не свободен никогда профессор нет и и же видишь их разбирать надо разбирать вот чем дело поэтому не получится поэтому следующий раз записывайте всего тут дмитрия на разборку диагностику тнвд и приезжайте и яички не забудьте попробую да да попробуем 10 масло я проверил там на грамм 100 150 больше ничего страшного лампочка будет замена до чего вам ptf на сторону смотреть а я понял то то надо будет поднять машину еще добавочную хорошо тогда давай по ремонту тебе сейчас мультипликатор и чистик тут михаил 3 250 3 250 нам объявил и работу сейчас объявили которая по диагностика давай туда уже на 2 смотреть и по лампочке как бы мне сразу не сказали в чем дело а лампочки у вас нету да не но к лампочке это не не проблема не именно дело в том что вы сами да сходитесь приобретете я к тому что если чтобы они не светили по-разному как бы мы глянем да нет я понял я вам для образца сниму и скорее всего вы приобретете 2 потому что светить они будут по-разному лампу ptf ну и все диагностика довольно сейчас покажет сейчас объявлять сумму вот запчасти работа лампочку человек приобретет сам по диагностике результаты запишем в этот рекомендации и клапан управление тоже оставляем там так оператор ты будешь следить за освещением давай тогда проверим все по полосе так включаем зажигание габариты перед горят ближний дальний есть ptf сейчас правая птф задние габариты давай проходим туда страстом сигнал так задняя правая так у нас левая лампа заднего хода теперь задние габариты так задний ход и последние поворотники все есть а подсветка номера на подсветка номера так что там у нас по заднему ходу не горит вот это не горит мамочка но я боюсь что это противотуманка противотуманка у нас должна быть двойной так так и габариты какой не горел или все горят так значит задний левый передняя правая противотуманная фара поворотники передний тоже оба горят боковые так так все ну да да катимся будем поднимать сразу сэкономим время снимем лампу туману отдадим ее человеку пусть он исходит приобретет так у нас получается левая не горит смотрите на внутри ржавая отломился кусочек от нее видно что здесь грелся контакт прям не знаю там вода попала может куда-то заехали в лужу большую или что-то еще но вот оторвалась она вот так вот она прям вот этим припаялась пластику посадочное место в целом там все целое я думаю что не возникнет никаких проблем при установке этой лампочки так держите лампочку для образца знаете да доходите до конца заправки с правой стороны все и там приобретай две лампы давайте я здесь жду сразу потом установим их происходит начнем мы сзади вот здесь тоже идут трубки заднего топителя допустим как на гранд-старо теме поставили без гнивают тут это это их проблемы вот мы стоят они стоят тут уже 12 лет и не так новенький проблем вообще нет никаких вот и идут 12 лет и все прекрасно нити не сбило вот он стоечки стабилизатора и просто покачаем верхние стулочки сразу визуально их видно они выделяют такой как бы напыление такой резиновая когда и стучат здесь тоже они конечно могут быть и мягкие но не в этой машине так у нас будет плавающий имеется но когда я качал он мог конечно сразу показать он может конечно скрипеть и ничего не болтается все тут отлично так вот это что-то завернуло высказать резинку не страшно вот у нас бумеранг сзади стоит бумеранг рычаг ну его так называют суппорт сзади не заклинивший качается ходит колодки не так давно здесь менялись а кстати трос ручного тормоза вот он он отцеплен здесь и отцеплен там видимо какие-то были проблемы но это не у меня и кто-то их отсоединил вот у нас получит также здесь вот он и шарнир здесь также соленблок ушастый но игры если взять этот эту машину то есть у нее они зимой практически не едешь стоит в гараже поэтому то есть вот за эти видно что ничего не полопалось ничего не отвалилось амортизаторы все сухие верхний чуть 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 пошел вроде как надо будет спросить нет ли скрипов обычно не скрипят иногда причиной может быть даже глушитель то есть если залезли качайте все покачали глушитель постучали запасные то есть люди думают что стучит на самом деле может включать в багажнике что-нибудь поэтому все обращайте внимание как бампер прикручен как состоит 2 стоит так топливопровод бак глушитель ведь прям вообще все взяли вот вот она вот видно на резиночке он стабилизатора что он болтается то есть выбило уже втулочку появилась пыль какая своеобразная а втулочки а втулочки уже стоят эти как у меня долгенький забыл их второпласт или как это переднем суппорта колодки тоже новые шарово опору сейчас качнем да вот она вот видно болтается сара опору вот он нет блок стойка стабилизатора то есть можно качествовать машину когда на месте туда-сюда вверх вниз либо качнуть просто дернуть так вот потеков на коробке цесуха на весь цесуха вот тот солимод может тоже порваться все отлично защиту и вибрировал не стучало подушка задняя целая сзади по двигателю тоже прям прекрасно все чистенько хорошо ни капли масла нет двигатель все тут генератор снимался ремонтировали меняли обгонную муфту вот этот ролик вот даже может вот говорят что что-то пищит вот возможно это вот этот либо подшипник компрессора кондиционера либо натяжной ролик компрессора кондиционера потому что на генератор они поставили новая здесь сюда ставили старым там на холодную какие-то нехорошие звуки так вторую шаровый смотрим так лучше это конечно той стороны сделать сейчас отсюда качнем потому что если пыльник целый чтобы не порвать это тут отлично то есть ничего не болтается с той стороны отваливается пыльник привода здесь целый там целый межуточный вал тоже можно качнуть не отваливается ли то по себе нет тоже все на месте по колодкам и шкаю тут новое все поставили все кто-то уже все сделал так в принципе как по словам клиента то есть он сказал что вроде бы как что-то где-то появилась поэтому надо на всякий случай посмотреть и видим он услышал вот по поводу шаровой опоры то есть у нас получается нижняя она на болтах меняется недорого на карнивал вряд ли у нас будет наличие поэтому тоже оставим в рекомендации шаровой оттуда не вываливается не выскакивает поэтому некоторое время чем можно поездить александр он с гранд-старкса слил сегодня это непонятная субстанция черновые работы щетка не бойтесь чистить распылитель ничего не будет это многие говорят что нельзя прям там дышать это такое как сказать чтобы ванну с ультразвуком тоже лишнее не попадала грязь то есть грубую грязь надо чистить вот она узенькая вот он сам мультипликатор который у нас не держать кидает в обратку будем менять так вот у нас переходная муфта сам распылитель с иглой и пружинка пружинка так и вот этот лопачок так лопачок у них всегда забивается здесь тоже грубая такая прям есть грязь я вот мне не взял ничего можно вот внутри надо вычистить немножко прям чуть-чуть вот здесь это она не влияет на какой-то там прижимную просто скапливается сажа в большом количестве но здесь остался только корпус корпус внутри катушка и регулировочный пружина с прижимная и регулировочный штифт внутри его мы сейчас трогать пока они не были быть клапан вот такой вот вращается внутри об обед оператору вырубай обед сосиски салат анатолий васильевич кушать быть выключили подсказывал что это противотуманная лампа нет это лампа заднего хода раздерял такая там лампочка без цокольной воды форсунку выбрали теперь нам надо перекрутить здесь немножечко всеядный перестраивается под различные форсунки долив но при этом она наверно с тест-планом что-то не так то есть ее ставишь прекрасно работать на машине а спон постоянно дает не долив почему-то по холостому и по среднему делаем еще раз крутанем если будут улучшения то тогда будем устанавливать форсунку дело в том что мультипликатор новый еще работает жестко вот мы сейчас ее крутанем второй раз второй раз прокрутим и если результат пойдет лучшую сторону очень часто так происходит сделки когда они показывают что то есть не долив и пропускает второй раз крутишь тогда да не ну можно сразу взять мультипликаторами налить в дешечке раскрутить его там можно подуть кто-то воздухом дует тоже чем-то еще там крутит как-то и поставить когда он сразу покажет сюда удал все всегда при запуске надо дать газу обязательно потому что она может заклинить форсункой и вот только лишь отталкиваться если от опыта то есть уже что как где то есть когда сделаешь их там ни одну сотню тогда уже знаешь что все получится все будет работать второй раз прокрутим и результат нам должна устанавливаемые или нет второй раз покрутили появились улучшения высоких он справляется снова клапаном на средних и на хвостом не дотягивает такая особенность топливные форсунки можно вывести в идеал но результат будет тот сейчас на машине и раскрутит старая шайба сгорела с литурочкой мазнули чтобы не выскочила здесь даже шайба была по объему гораздо больше это вообще нет этой машины не знаю чего эти вот тут похоже вроде как на его четвертую так у нас здесь все в колодце чистенько все продули все там у нас отлично все чисто вот старайтесь избегать вообще вот то есть обратку закрыл топливную рампу закрыл тут все вот эта резиночка на это саньон как такие бонг такие форсунки стоят у нас на саньон где не не чуть длиннее карнивал старые новые вот допустим да на некоторых вот это резиночки не бывает ставьте обязательно она очень даже хорошо подходит и вот форсунки бошевские топливные с них снимаю такие старые колечки и потом устанавливая не сюда подходят и также на топливные форсунки делфи тоже и устанавливают из завода они не идут эти резиночки потому что вытаскивать потом мне поэтому я всегда устанавливать все от ржавчины все почистил здесь все это было заклинившее когда вытаскивал затягивать буду руками потому что уже ключ мне не требуется опять же если в таких видео как на гранд стараксов там постели распредвалов подкрепление болта очень слабенькая то здесь такого нету здесь чтобы вырвать резьбу надо быть вообще прям идиотом то есть нужно чувствовать волшеб стал и надо больше никуда тянуть вот он щелкнулся то есть это уже достаточно здесь тоже вот с окошечку потому что малейшая песчинка трубочку тоже все очистителем помылся продул малейший этот песчинка и будет нехорошая вещь так принципе эту форсунку можно ремонтировать самому даже в поле при наличии ключей то есть можно все это без стенда все это легко подается ремонт не тут никакие серьезные это мы сейчас не подсоединяем будем прокачивать когда прокачиваете допустим воздух и системы многие многие там делают отворачивают трубки заливаю здесь в топлив нет это делать надо будет просто отключить топливные форсунки покрутить стартером там буквально секунд 10-20 можно в два захода собраться ты тоже как всегда надо будет предельно аккуратно поклонить и опять же если снимаете то есть обратно не идет трубки лучше нагреть двигатель и все эти человечки легко снимется вот никаких отверток ничем не ковыряем руками то есть прям поддели рукой раз если горячий мотор все легко снимается сейчас покрутим все братскую полу собрал затянул сейчас покрутим прогоним воздух стартный даже подкачать здесь у нас такая груша когда делали тест на обратку то есть воздух не гнало здесь трех сосковый так сказать топливный фильтр старайтесь всегда брать оригинал так вот прокачивали просто выскочил этот момент у оператора сдохла батарейка вот все два раза по там 7 8 секунд я прокрутил стартером теперь нужно будет завести и поднять оборот от двух с половиной до трех тысяч чтобы это сделать нужно еще раз все проверить и убедиться что вы ничего не забыли потому что когда заведется если вы что-то не подтянули здесь за зальет топливом или что еще случится то есть убедились что все хорошо и отправляемся на запуск все паркинг переводим вот сейчас вы когда сразу сдали газу и держали где-то порядка там с половиной 2 800 отчетливо слышно было как стучит форшунка именно клапан от лидера вот сейчас она то есть работает ровно но еще жестко сейчас мы ее вот это заглушим заведем дадим газу и она успокоится здесь также можно перевести в аварийный режим сбросить датчик вот но я бы сразу если кто-то допустим приезжает то на этот автомобиль у нас практически ничего нету то есть никаких роликов ремней не ходовой не ничего все можем сделать лучше конечно все свое сейчас мы здесь оставили рекомендации у нас остались если произойдет проблема по опять откажет трубокомпрессор то есть его надо будет клапан управления заменить вот у нас получается тут стабилизатора передние шар в опору нижняя левая и ремень кондиционера и натяжной ролик кондиционер вот и вещи у нас остается в рекомендациях сейчас основное мы сделали как бы проверили то что смогли и было в наличии все сделали критичного ученик поэтому сейчас по умере уже возможности и желание все это будет необходимые запчасти приобретаться итог итог так еще раз повторюсь смотрите по карнивал автомобиль довольно редкий не каждый его любит а те кто любит вот они видите то есть отъезжает по 200 300 тысяч практически ничего не делает то есть в одних руках работает прекрасно если все же какие-то там кто-то где-то вам сделку диагностику и хотите сделать это в нашем сервисе то есть такие вещи как замена ремня граем здесь довольно очень сложно из-за того что между лонжероном и лицевой крышкой там очень мало места вот поэтому приобретайте свои расходник и не знаю ремень граем то есть ролики какие-то свечи накала там что-то еще не на и форсунки приезжать сделаем как бы есть да свои нюансы в том что где-то неудобно вот вот так что у нас в принципе ничего серьезного здесь не было что тут лампочки одна сзади и впереди две топливная форсунка вот папа нужно управлением нам пока что там сделать ничего серьезного такого то есть машине не отвалилась просто если 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 у вас карнивал то ждем вас и все до новых встреч приезжать а